Он приходил, конечно, с каратэ, он приходил, он никакой, он весь мокрый, он падал, я полежу, баба. Занятия каратэ Никите давно пришлось оставить, но врачи дают надежду, после операции мальчик сможет вернуться в спорт. Сдача на поезд была, на следующий. А вот здесь мы выступали и делали ката, ну, определенные движения. Четыре года назад врачи заподозрили у школьника порог сердца, однако тогда должного внимания медики семье не уделили. Мне вообще ничего не сказали, а медсестра говорит, да, это так, пройдет. Это бывает, что, ну, израстется ребенок, ничего страшного. Через год семью напугали другим подозрением. Врачи предположили, что у мальчика рак, но предварительный диагноз не подтвердился. Еще через год медики утвердились во мнении, мальчику срочно нужна операция на сердце. В гости к 15-летнему Никите Туманову в поселок Славянка мы ездили две недели назад. Тогда собрать необходимую для операции сумму, а это 260 тысяч рублей, семье казалось невозможным. У Никиты из родных только бабушка-опекун, которой 73 года. Я бы, наверное, не смогла и не осилила. До 10 лет Никиту воспитывала мама, но несколько лет назад она погибла, спасая другого ребенка. За утопающей девочкой кинулась в реку. В итоге спасти не удалось ни ее, ни ребенка. Ну, она правильно поступила. Ну, плохо, конечно, то, что утонула. Ну, так она правильно поступила. Ты бы на ее месте так же поступила? Ну, наверное, да. Говорят, добро возвращается. История с Никитой Тумановым прямое тому доказательство. Мальчику все же собрали деньги на операцию. И значительный вклад внесли вы, телезрители 8-го канала. В конце мая во Владивосток приедет московский хирург, чтобы провести ряд сложнейших операций с применением эндоваскулярной методики. Его пациентами станут подопечные РУСФОНДА. Благодаря отзывчивым приморцам Никита попадет в их число и через некоторое время вернется на любимое карате. А до приезда хирурга у нас есть еще немного времени, чтобы помочь еще нескольким маленьким приморцам. Сегодня в срочной подобной эндоваскулярной операции нуждаются 8-летний Никита Борщун из Владивостока и 12-летняя Яна Иванова из Уссурийска. Никита не только тезка нашего предыдущего героя, но и тоже спортсмен. В прошлом году его признали лучшим игроком команды и пригласили обучаться в Центре подготовки юных футболистов. Но недавно у мальчика обнаружили порог сердца. Врачи сказали оставить тренировки и срочно оперироваться. В короткие сроки семье нужно собрать 260 тысяч рублей. А вот Яне сумма нужна еще больше – 320 тысяч. Ситуация осложняется и тем, что отец семейства не может полноценно работать. Автомобильная авария принесла перелом позвоночника. В обоих семьях по трое детей. Чтобы помочь, необходимо отправить СМС-сообщение на номер 5542 со словом «Дети». Таких сообщений с одного номера можно отправлять сколько угодно. А вот времени до операции с каждым днем становится все меньше. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».